Гэты год для Гомельской в области Пакульнельга оценить однозначно. По выниках девяти месяцев, большость показчиков не только выканано, а и перевыканано. Экспорт товаров плюс 0,7% до плана. Розничный товарооборот плюс 6%. Промые замежные инвестиции перевысили 91 миллион долларов при плане 75. Причим на достигнение этого показчика поуплывала деятельность свободной экономичной зоны. В этом году у нас зарегистрировано 7 новых предприятий. И по итогам девяти месяцев доведенные показатели, если так формально рассказать, что мы выполнили, инвестиции на чистой основе 32 миллиона при плане 20 по году и 120% темпы экспорта. Разом с тым досягнуть усих запланованных покажек усе лето не трымается. Напереде яше некольки месяцев працы, але истотного уплыву яны уже не окажут. При этом об неких стратегичных недопрацовках казать нелега. Факторы, в первую очередь, объективные. Определенное замедление пошло у нас по индексу физического объема в промышленности. В связи с тем, что и МНПЗ, и Гомельэнерго осуществляли плановые ремонты. Ну и кроме того, мы рассчитывали на больше урожай. Было сделано очень много при весной. В то же время эти сложнейшие агроклиматические условия не позволили взять все от земли то, что мы рассчитывали. Поэтому и продукции сельского хозяйства на уровне 93% прошлого года. Хоть это не значит, что теперь сельгазпредприемства при любых адмовных выниках смогут посылаться на несприяльное надворье. Упринятым по выниках посаджения облывыканкама Рашенни, потребования до широкого райвыканкама, звернуть больше пильную увагу на стратные предприемства. Среди основных проблем этих господарок называются неэффективное выкористание ресурсов и высокие себе кошты отриманной продукции. А прачатаго областному комитету по сельской господарции и харчавании пропоновано знову звернуться до пошуку новых рынков сбыту сельской господаршей продукции и продуктов харчавания.